Где-то мне попалась публикация автора, который имеет такое экзотическое имя в интернете, «Красавица видеть хотите?». И она публиковала подборку картин Дэвида Бауэрса. И здесь мы видим хорошо-хорошо нарисованную куклу, очень подробную, хорошо-хорошо нарисованный стакан, какое-то мистическое настроение вокруг, хорошо-хорошо нарисованное лицо девочки с такими подробно нарисованными глазами, и что в них видно отражающиеся четырехугольные светящиеся окна. И при этой всей, так сказать, вооруженности подробного рисования художник вдруг замахивается на какой-то обобщающий образ. Казалось бы, прекрасно, чего еще надо. Но оказывается, все это мешает друг другу. Получается, что мастерство вырисовывать форму опередило художественное мышление. Художественное мышление как бы позволяет одновременно, чтобы средства художественные соответствовали замыслу, и нету разночтений. А здесь как бы замысел один, а средства настолько заучены, подробные, что они разрушают друг друга. Художник рисует и нанизывает эти формы без всякого смысла. А жаль. Вот ведь встретился интересный образ женщины в платье, который в виде клетки. Кренолин, а дальше клетка прозрачная, в которой растет дерево. Образ замечательный. Но он так сделан неумело, излишний реализм погубил возвышенное дерево. Получалось, что ее тело исчезало, а вместо него клетка с деревцем. Потому что клетка фотографична, в подробностях. И деревце обычное фотографическое деревце. А должно ведь быть дерево, растущее внутри женщиной. И как бы почти ее тело. И есть это дерево. Вот это высокий образ был бы, как художник задумал, но не справился, потому что рисовал слишком подробно. Да, увы, он приземляется до обыкновенности. Ничем не примечательного деревца. И получается глупо. Вместо сильного, достойного образа. Но это характерно еще для художников возрождение. Тоже фигуры, фигуры, фигуры. И нереализованные образы. Что они там обозначают? Ничего они не обозначают, кроме подробно нарисованных фигур.